Крупнейшие банки, инвестиционные компании и хедж-фонды Америки, иными словами, Уолл-стрит, дали понять, кого из кандидатов поддерживают в президентской гонке. Согласно анализу данных по сбору средств, только в марте 2016 года доля перечисления от Уолл-стрит для компании Хиллари Клинтон составила 53%, тогда как Трамп получал не более 1% пожертвований ежемесячно за всю его компанию. Теперь, когда наиболее вероятными кандидатами на пост президента стали Клинтон и Трамп, многие из доноров с Уолл-стрит, которые ранее поддерживали республиканцев Марко Рубио и Джеба Буша, отдали предпочтение Клинтон. В общей сложности Клинтон получила почти 23 миллиона долларов с Уолл-стрит, из них 4,2 миллиона напрямую в пользу президентской компании. Остальные 18,7 миллиона поступили в поддерживающий ее суперкомитет политической активности. Также Клинтон получила и личную финансовую выгоду от Уолл-стрит. Банк Goldman Sachs выплатил ей 600 тысяч долларов в качестве гонораров за выступления, стенограммы которых она отказывается опубликовать. Судя по всему, ей не было неудобно принимать столь крупную сумму от инвестиционного гиганта, который не так давно нанес сокрушительный удар по экономике. Вы трижды выступили для Goldman Sachs за 675 тысяч долларов. Эти выступления действительно стоили таких денег? Я не знаю, они предложили эту сумму. Если бы деньги могли говорить, то, наверное, они бы сказали, что на Уолл-стрит совершенно не обеспокоены словами Клинтона о том, что она собирается обуздать финансовый сектор. Нам нужно сделать так, чтобы Уолл-стрит никогда более не угрожала стальному населению нашей страны. Что делать с Уолл-стрит? Послушайте, я говорю об этом во всеуслышании уже много лет. Нужно перекрыть им все лазейки и заняться всеми этими баснословными выплатами топ-менеджерам. Многие считают, что эти слова всего лишь уловка для того, чтобы смягчить контраст между Клинтон и Берни Сандерсом, который призывает к расформированию крупных банков и строгому контролю в этом секторе. А причиной, по которой доноры с Уолл-стрит не инвестируют в Трампа, могут быть заявления республиканца о том, что он намерен поднять налоговую ставку для хедж-фондов, а также внедрять другие меры, которые в перспективе могут потопить корпорации. А пока, похоже, что на Уолл-стрит сделали свой выбор, кто из кандидатов не пойдет ко дну.